Сегодня я просто хотела бы сделать с вами одно упражнение, я его делаю каждый день, с него как бы начинается мой день. Это синхронизация дыхания и ведение смычка. Что это даёт? Во-первых, мы в этом упражнении изучаем каждый-каждый миллиметр смычка, потому что на жильной струне ведение смычка достигается небыстротой. Мы звук извлекаем не тем, что мы немножко прижали, а потом отпустили, как современные модели смычка и на струне фомотки. Здесь нам нужно вести его и жить с ним. То есть мы извлекаем звук и с ним проживаем всю его жизнь. С того момента, как он начинается, до того момента, как он гасает. Итак, наша задача делать выдох на ноту вниз и вдох с ноты вверх. При этом есть такой момент, обратите внимание, что вниз идёт вес всей руки, на выдох да, вверх рука как бы возвращается сама. Следующая идея о речи в музыке, да, мы говорим слогами. И слоги у нас есть сильные и есть слабые. И вот то же самое делает наша рука и наш смычок. И у нас всегда за сильным слогом следует слабый. Также за каждой сильной нотой следует слабый. И этот штрих, как он вообще воспроизводится? Это не то, что играет рука вниз, а потом вверх. Тут вся фишка в том, что мы играем на энергии одной ноты, две. Сила, слабость. Но движение, оно по сути одно. Как представьте, что если бы ваша рука была привязана к потолку таким эспандером, да, это такая эластичная резинка, вы ее тянете вниз силой, а наверх она возвращается сама. Вот это вот самое лучшее для этого штриха, чтобы освоить его. Именно вот такое вот ощущение, либо как ощущение мяча, который вы бросаете об землю, да, уйо-йо. Помните, в детстве мы играли такой маленький мячик на резиночке? И ты его бросаешь, он возвращается сам. Делайте такое упражнение хотя бы, ну, пару минут в день. И вы увидите, насколько ваш звук становится более управляемый. Вы изучите так каждый миллиметр смычка. И в этом есть очень большое преимущество. А кроме этого, ваше тело будет очень гармонично вместе со смычком.